Все, вот он Бристоль. Сказали мне, наберут, если что. Вот следующий Бристоль, который советовали прийти. Скорее всего, здесь будут работать. Короче, вот он магазин Бристоль. Пока что прошел не ему кассы. То есть то, что привозят, нужно это будет разгружать? Нет, разгружают водители. Они заносят все в зал. Как бы с зала вы либо выставляете, либо что не нужно выставлять, выносите на склад сюда. Так, ребята, вот офис Бристоль в городе Владимир. Прикольно, да? Сказали здесь подождать, подготовить документы. Так, ребята, для труда устроиться нужно будет заполнить документы. Анкету, заявление, лист ознакомления с локальными нормативными актами и согласие. Сейчас буду документы вот эти все заполнять, анкеты и так далее. Очень много чего писать, ненавижу. Но придется. Стерпим, короче, стерпим. Забрали у меня все документы и военный билет, на всякий случай, еще раз. Надеюсь, не будут призывать. Нужно подписать факт ознакомления с локальным нормативным актом. Везде даты и подписи. Очень много подписей, вообще жесть. Хотя я ни с чем еще не ознакомился. Все, ребята, подписал все документы. Документы все подписываются еще через сайт. Буду ставиться электронная подпись, моментальная, по смс-коду. Сейчас еду на Гагарина 3, Брестоваль. Пообщаюсь с администратором, чтобы завтра, на завтра все уточню, чтобы завтра быть спокойным. У меня завтра рабочий день и потом 3 выходных. Вот, ребята, в самом центре Владимира я буду работать. Как успешный человек. В самом центре города. Это очень круто, я считаю. Исторические здания, мост. И все вкусные точки, вообще красиво. Итак, время 7.33. Я уже должен быть на работе, но 3 минуты ничего страшного. Сейчас дойду и начнется терпение. На самом деле, я понимаю, почему предыдущий сотрудник торгового зала, он уволился через неделю. Потому что, видите, нужно очень рано вставать и пахать нужно очень много. Утро во Владимире, убирают мусор. Это центр города. Сейчас еще успею у Макс ходить кофе попить, а потом на работу. Потому что вот Макс, и вон там моя работа будет. Очень рядом все. Владимир красивый город. В центре города работать мне будет в кайф. И тачка рядом. В интересном месте расположился, конечно, престоль. В каком-то закатулке. Вот здесь сказали оставить сумки. А туалет там. Здесь склад и обеденное место. Рабочий день по закону начинается с 8 утра. Но они уже там что-то делают возле кассы. Интересно, заставит меня работать первый день? Хотя рабочий день еще не начался. Вот так выглядит склад. Можно здесь побухать. Надеюсь. Картон. И тут наши сумки. Мы не работаем. Молодой человек. Мы еще не работаем. Мы не работаем. Еще две минуты. Чего ты с тобой дверь не закрыл? Магазин открылся минуту назад, и сразу столько людей зашло. Ожидают открытие прям. За пивом зайти, чтобы. Сразу по две бутылки пива. Короче, дали ценники. Отношения на работе. Ну, строгое очень. Нужно сразу же оставить ценники теперь. Первый рабочий день. Вот. Я оделся под Рискуду, но она недовольна то, что я в джинсах, ботинках типа. Говорит, как ты будешь работать в такой обуви? И джинсах. Неудобно типа. Нашел ценник. Нектар добрый. Один литр. Ананас. Вот он. 114 стоил, и теперь 119. На 5 рублей подорожал. Вот, кстати, самое дешевое пиво в магазине. 36 рублей. Тут находится самая дешевая водка. Вот тут магазин. И прямо здесь закатучек такой есть. Вот тут включается свет. Мини-склад. Отсюда можно брать и расставлять товар. Холодильник. Хочу подсказать одно место, где можно найти работу вахтой. Площадка jobery.ru. Ссылку на jobery я прикрепил под этим видео. Можно перейти по ней. Или наберите в интернете слово jobery. Этот сайт прост в использовании и интуитивно понятен. Кроме того, с его помощью можно выявить нормальных работодателей. Делается это просто. Нормальный работодатель с большим штатом персонала постоянно публикует свои вакансии на видимых позициях. Если вы нашли интересную вакансию, а через 2 недели она пропала с первых позиций, то к такому работодателю нужно отнестись внимательнее. Скорее всего, это одноразовое размещение вакансии, что не характерно для крупных работодателей. Короче, сказали выставить воду. Сначала можно посмотреть остатки по компьютеру. Сколько воды осталось и есть ли она вообще. А потом уже смотреть на складе, чтобы зря не бегать на склад. Сказали аккуратно разрезать упаковку, чтобы случайно не порезать бутылку. Потому что мы за это отвечаем. В общем, работа обычная, арабская. Много работы и меньше говори, как говорится. Видите, какую пользу обществу сделал. Не было воды, теперь здесь и газированная, и негазированная стоит. Заполнил полки дополнительно. Работа сложна тем, что вот это все еще может грохнуться. Нужно аккуратно все брать, потому что конструкция такая шаткая. Видите, уже так наклонилась. Если все это упадет, будет очень плохо. Вот тут магазин и служебное помещение. Оно как-то стрёмно закрывается. Вот так. И принесли еще ценники, которые надо будет сейчас поменять. А так сейчас поставки начнутся. Люди начнут разбирать пиво. Ощущение от работы. Невероятное рабство. Вот в жизни столько прекрасных вещей. То есть мы родились, росли, радовались жизни. И все это для того, чтобы в магазине выкладывать товары, энергетики и таскать воду. Складывать коробки и пакеты в мешки. Ощущение рабства не покидают в этом магазине. Угнетающее настроение. То есть ты просто в магазине находишься, верней занимаешься. Вместо того, чтобы по жизни что-то дельное делать, складываешь вот эти пакеты и ящики, коробки. Выкладываешь товары. В общем, сказали, как только покупатель заходит и берет одну бутылку, например, с полки, вот отсюда, например, сразу же нужно подставлять новую. Неважно, напиток, это алкоголь и так далее. Вот товар вон везде, допустим, адреналин. Его как раз тут мало, видите, заканчивается. Нужно сразу подставить. У людей очень много в магазине, пипец. Но работа пипец нищая, деградируешь пипец. Ребята, а если вы не хотите работать в нищей маркете Бристоль, попадать в рабство, скажем так, то лучше работайте в Яндекс.Еде на самокате, пешком, на велосипеде, либо на личном авто. И будете получать доход каждый день, а также у вас будут деньги копиться. Там раз в неделю, по-моему, приходит доход. До трех с половиной тысяч рублей в день. И у вас будет свободный график. В Яндекс.Еде вам предоставляют термосумку, фирменную одежду пола Яндекс.Еда, дождевик и аккаунт вам дадут. Переходите по ссылке в закрепе и в описании. Вообще, вот такая есть табуретка для удобства работы. Сюда можно ставить напитки и ящики. Вот заканчивается чипс. Чипс находится высоко, вот здесь. Я вот пока раскладывал одни товары, заметил то, что нету туборка. Видите? То есть, вот это считается уже типа закончилось. Биво разложил, вот столько осталось в ящике. Это обратно ставим. Удобная табуреточка, чтобы раскладывать биво. Приехал товар. Сейчас будут загружать. Открываем коробки, считаем чипсы. Стремянка, сейчас она понадобится. Сейчас энергетики буду выставлять. Пошла работа. Плюс этой работы в том, что вы постоянно будете двигаться. Но много стресса. Много людей, неадекватные бывают хонорики, алкаши всякие, агрессивные. Один очень сильно ругался с кассиром сейчас только что. Контингент такой себе, если честно. Бо это нормальные люди, которые просто зашли, купили, допустим, колу и вышли. Бывают полный неадекватный. Сейчас все эти коробки будем снимать, получается. Все-все. Вот такая вот работа. Коробки сюда складываем, пакеты сюда. Честно, постоянно находиться в этой комнате, конечно, трудно. В одном магазине каждое утро по 14,5 часов. Почти по 15 часов. График 3 через 3. Сейчас я покажу вам, как я обычно ухожу с работы. Надеюсь, мне удастся это заснять. Что я говорю? Ирина и Марина, да? Вас зовут? Мне было с вами очень приятно поработать. Ну, чего? Но я, наверное, пойду домой и лягу спать. Это что, какая-то ваша шутка? Нет, не шутка, просто... Наверное... Ты не хочешь работать? Да, я вам помог бесплатно, можно сказать. Пойду, наверное, ну, отосплюсь нормально. Вот. И, наверное, будем прощаться тогда. Неожиданный? Ну, как бы, давайте уже трудно устроили. Понятно. Ну, зато я попробовал уже такое работа в истории. Просто мы останемся вдвоем с вами суббота. А, ясно. Все, спасибо. Все, короче, я увольняюсь. Пускают меня домой. Концовку записываю прямо на складе. Всем рекомендую работать, если понравилось. Приходите, работайте. Все, я вышел из холодного магазина на теплое солнышко. Тут свобода. Люди ходят, гуляют и отдыхают. А там одни ограничения. Ну, как там, не строго, но просто работа есть работа. Там нужно работать. Вот так вот, ребята. Там, на самом деле, очень холодно в одном поле. Если честно, я бы накинул еще жилетку. В магазине одна алкашня ходит, короче, покупает пиво, водку, коньяки. Зашел чувак. У него была надпись на футболке «Вагнер». И он был очень конфликтный. И там чуть ли не драка началась. При этом с ним была рядом девушка беременная. Они там, короче, нужно быть боевым человеком на кассе, если ты стоишь. Вот администратор там очень боевой, строгий. И нужно быть именно таким. Иначе тебя сожрут. Клиенты злые. Коллеги, может быть, тоже злые. Ну, с коллегами мне еще более-менее повезло. Но зато работа находится в центре города. Это очень круто. А я вон сейчас в тачку сяду и уеду. Или буду кайфовать кататься. Дружище, не забудь подписаться на мой телеграм-канал. Там вся самая важная информация. Также я там дублирую ролики. Для людей, которые не могут смотреть видео на ютубе. У них сейчас не грузится, потому что ютуб замедлили. Все фотографии свежие. Все из личной жизни в телеграме. Так что подписывайтесь. Ссылка в описании и в закрепе.